Виктор Корнеевич Дридигер, который хочу попросить рассказать о том, какие тенденции сейчас в теме, связанной с Наутилом, актуальны для Старопольского края. Их он здесь сказал, что сомневающихся, слава богу, наверное, уже не осталось. Но все-таки, как показывает себя Наутил Старопольского края? Расскажите об этом, пожалуйста, вам все. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшней сессии. И сомневающихся, или даже противников Наутил еще достаточно, не только что на Наутилском крае, становится все меньше, но тем не менее, очень много. И сегодня я буду говорить очень кратко, лаконично, бездоказательно, просто констатировать факты, потому что вы слышали четко граниченное время. Поэтому, значит, первый вопрос, который возникает, ну, наверное, тема, естественно, влияния без обработки почвей, технологии, физические свойства и потенциальных надорогий. Дело в том, что возникает вопрос, а надо ли, говорите, вообще эта технология, какой она площадь занимает? Так вот, в Старопольском крае, она занимает 193 тысячи, которые мы нашли, но не вся эта информация, у нас нет официальной информации. Мы считаем порядка 250 тысяч гектаров в Старопольском крае, это порядка 5%. Вроде площадь небольшая, но 250 тысяч гектаров, это уже серьезный кусок. Но при этом, смотрите, хозяйство всего в крае 56 хозяйств, при этом 24 фермерских, 32 коллективных хозяйства занимается. Это, которое мы знаем, а многих, которых мы еще не знаем, тоже занимается. Это уже серьезная, как стоит, армия. И, кроме того, какие хозяйства? Обратите внимание, есть по 22 тысячи, 16 тысяч, 17 тысяч гектаров, по 400, 200, 23 тысячи, 800. То есть, хозяйство, это самые разные по мощности, по площади, по юридическому статусу, коллективно-фермерски, фермерски и как дальше хозяйство. Что дает технология наутил? Первое, это растительные остатки, которые остаются на поверхности почвы. В наших исследованиях это порядка 6,5 тонн на гектаре растительных остатков. В посеве у следующей культуры их остается 4 тонны. Это главное, без которого не может быть технологией наутил. Если нет растительных остатков, значит, это не технология наутил. Сколько их должно быть, это мы должны изучать. При этом растительные остатки обеспечат задержание снега в два раза больше, чем там, где проведена работа почвы. И снег тает, обратите внимание, наутил на 10-12 дней, а то 15 дней позже, то есть, идет накопление влаги. Поэтому, скажем, спасибо, поэтому, 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 а что самое, самое прикидное. В этом самая клиентическая фаза, скажем, на 26-27%, да, то есть, это порядка 300-400 кубометров воды под растениями, которые израстащие по технологии наутил, больше, чем по традиционной технологии. Это, по сути дела, еще один полив. По этой причине, только поэтому можно в засушливых зонах сделать влаголюбивую культуру кугрузу, скажем, подсолнечный корок, который по традиционной технологии в этой зоне не рекомендуется и не дает урожай, и дает урожай ученицкий. По плотности почвы, смотрите, по технологии наутил, плотность почвы оптимальна в течение всего периода вегетации. Это вот чрезмерно заврекленная почва после отварной обработки почвы, поэтому здесь идет непродуктивная потеря влаги с испарения с поверхности. Вот плотность почвы, скажем, урожайна, ведь средняя и традиционная технология не наблюдается при уплотнении почвы, что очень важно. Это через 6 лет после работы по наутилу, а хозяйство ремонт уже 11 год. А в этом же хозяйстве количество червей. Видите, по наутилу 46, у фермера рядом всего 2. То есть появляется червь. Червь до сего это говорит о том, что почва, это как рак в воде, что почва экологически чистая и не заражена пестицидами, что наши оппоненты говорят, что мы съезд белый свет заразим ядохимикатами. При этом по наутилу через 4 года идет увеличение содержания гумуса. Да, это не математически недоказуемое увеличение, так как по традиционной технологии, это тоже недоказуемое для снижения содержания гумуса, то есть увеличение плодороги. И что самое главное, только вот за это, что по технологии наутил становится сильно ветроустойчивой, то есть противорезионно устойчивы все посевы, в том числе и пропашные, которые в традиционной технологии являются резионно опасными, а здесь они становятся почвозащитными. То есть мы прекращаем терять нашу, самое дорогое строительство в белом свете, это почву. И вот эффективность. Добровольное урожание, которое работает 11-й год, в среднем за 5 лет, производили вот такое количество условного зерна самого гектара башни. Вот это самое лучшее хозяйство района, вот то, что они производят за 5 лет, производили этим хозяйством, надо производить 7 лет. То есть 2 года догонять, работать в холостую. Эта эффективность работает, так сказать, агрономическая. Вот смотрите, в Петровском районе, вот хозяйство, сколько имеет чистого пара. Наутильщики без паров работают. А это при этом по выходу за 1 этаж 5 пашни, видите, наутил 3 с лишним тонны, те, которые работают с парами, в 2, а то с лишним раза меньше. Скажем, в хозяйствах Будённовский район, 2 хозяйства Калининска, видите, каждый год по 1000 гектаров снижает площадь башни, Архангельский то же самое, в этом году работают вообще без паров. При этом увеличивается площадь, смотрите, гороха до 2000 гектаров, лен 2000 гектаров и не до 2, а до метропара. По эффективности, опять же, производство условного зерна, видите, эти хозяйства, 2 хозяйства за 3 тонны, а те, которые работают с парами, которые получают урожай общеринцев, больше, чем эти, они намного меньше, условно, зерна. Как это объяснить? Вот это тоже в Будённовском районе, в Архангельском пар, пшеница рекомендована все оборотка этой зоне, 60 центнеразъектара зерна, я считаю, отлично для Будённовского района, и все оборотка наутил, горох, пшеница, посолочка, груза. По урожайности и выходу зерна разница в 11% на считаемых отделах ошибки опыта, а по стоимости полученной продукции на 41% разница в пользу наутил. Это серьёзная вещь, это экономика хозяйства, это жизнь людей. Говорят, если мы их тоже посеем здесь, то ничего не получается, эти культуры вот в этой технологии не растут и не дают урожая. Для того, чтобы получить такое урожай, необходимо косить, значит, убирать зерновые на высоте не минимум 25-30 сантиметров, а не брить до самой зены, как мы это делаем на миллионах гектаров. А лучше убирать вот таким способом, методом очёса растений, все растения наставки и оставлять на поверхности поля. Вот так поля выглядит весной. Поверьте, вот здесь накоплено больше влаги за зиму, чем на спахном поле, и она лучше сохраняется. Видите, не увидите нигде ни одного пятнышка земли, почвы. Вот так она должна выглядеть и технология наутил. Вот так должна сеяться, то есть ни одного комочка, нигде не видно, что даже вообще прошёл агрегат. Вот это наутил, а не то, что покупаем сиренки, которые не способны давать, но быстро катаются по полю, это не наутил, это что-то другое. Вот, пожалуйста, посевку очёсу. Горегат спрашивает, а что ж он с этой соломой делает? Отвечай, братко, беречь, как зеницу ока. Не дай бог никуда отрегеет или спалит. Вот так он должен выглядеть посевку. Вот так выглядит подсовнышник по наутилу в Архангельске. Говорят, что у нас по наутилу, пишут статьи, учёные, большие мужики, что всё зарастает сорняками. Найдите один сорняк, это производственное поле в хозяйстве. Вот так вы видите наутилку, и он мастичный посеян по наутилу в урожайном. Это тоже производственное поле. А вот в урожайном, подопьяного, дорог посеян по наутилу, по очёсу. То есть видите, дорог прекрасно чувствует и даёт прекрасный урожай. Но у нас ещё вопрос открытый, мы ещё не только подкрадываемся к вопросу. Дело в том, что данная фермера американского, посмотрите, когда без влажной, чтобы покровная культура, чтобы она обеспечить, всегда почва должна быть закрыта, всегда должна быть микориза, корневая система живая, для того, чтобы обеспечить, видите, полтора раза увеличение урожайности. А если покровная культура с удобрениями, в два раза увеличение продуктивности пашни. Вот к этому вопросу мы только подкрадываемся. Какие почвопокровные культуры? Вот, скажем, у Калининская антилогова, вот такой вырос в этом году донник. Прекрасная почвопокровная культура. Наш коллега, сегодня участвует наш, Василий Иванович, это на его поле. Вот это водили, видите, подсолнечко, а вот он мелкий, это донник, который бинарный посев, который был посеян под покров подсолнечко. Вот видите, это уже под низом растёт чуница. А донник выглядит вот таким образом. Видите, какой корень? Это с осени, а весной он становится толщиной моего пальца, вот этого большого пальца, и лучшего рифлителя почвы, чем донник, вы не придумаете, не найдёте нигде в мире. Причём он не только рифлит почву, он обогащает почву азотом, органическим веществом. Я могу вам про донник рассказывать в два дня. Ну и по экономической эффективности, кратко. Вот это данное хозяйство архангельское в данной бухгалтерии в среднем за два года. Обратите внимание, урожайность традиционной технологии с чистым паром под 50 центнер в гектаре, рентабельность 3-4%. Рентабельность небольшая, потому что экономисты говорят, если меньше 40%, то это не может быть расширенного воспроизводства, то есть это медленная гибель, будем говорить так. То есть жить хозяйством развиваться не может. Почему он начал заниматься наутилом? По наутил технологии 23% еще ниже рентабельность пшеницы, но естественно там урожайность и ниже на 7 центнеров. Нас строгорят, говорят, вы же пшеницу уменьшили урожайность. Так задача стоит не пшеницу выращивать, а вести эффективно в сельскохозяйственный бизнес хотите. А кормить людей и содержать людей. Минута, вы посмотрите, спасибо. Содержать людей. Но в то же время, смотрите, горок, лед, подсолнечник, которые по традиционной технологии не растут, обеспечивают вот какие рентабельность. Больше 100% каждый рубль дает еще прибавку рубля. То есть вот эти культуры стали экономикообразующими в этой засушливой зоне, где раньше их вообще не возделывали. Ну и в заключение хочу сказать, чтобы было реально, она создана своим сторонником прямого. Все вам не оказывали честь, быть представителем этого совета. Приглашаю всех. Там мы, значит, чем занимаемся? Во-первых, технология не такая простая, как кажется. Она очень сложная, особенно для агрономов, которые начинающие. Для фермеров, не все фермеры-агрономы. Поэтому приглашаю всех участвовать в нашем союзе и при этом получать информацию. Мы проводим семинары обучающие. Очередной семинар пройдем в конце октября, где мы как раз расскажем о сорта, гибридах, о технологиях подсолнечника, кукуруза, гороха, льна масличного с приглашением соответствующих ученых и обладаемся опытом наших хозяйственников, которые расскажут нам все об этих вопросах. Спасибо. Спасибо, Виктор Корнеевич. Спасибо вам. Мы Виктору Корнеевичу за год договорились, что чуть больше хотим время, как первому выступающему. Дальше будем строго следить за рекомендаем. Теперь слово... Спасибо.